Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги, краеведы. Позвольте представиться. Я Эльвира Германовна Джуманьязова, учитель истории Берековской средней школы Приволжского района Астраханской области. На протяжении многих лет я веду в школе кружок краеведов-следопытых. Наша работа направлена на повышение интереса к истории края и его культурному наследию, на гражданско-патриотическое воспитание. В ходе поиска у детей формируется качество исследователей, пишется история малой родины. Учебные занятия по истории края строятся на основе программы Юрия Алексеевича Макаренко. Я ее дополняю материалами других краеведов области и зданиями Астраханского университета. Большую роль в развитии интереса к культурному наследию играют музеи и культурные центры. В Астрахани их много. Они постоянно меняют свои экспозиции, проводят мастер-классы, с ними интересно сотрудничать. Работая над исследованием, дети беседуют со сторожилами села. Работа с интернет-сайтами, семейными фотографиями, письмами, составлением родословных – все это увлекает, открывает перед детьми новый, ушедший в прошлое мир. Исследования детей по социально-правовой теме участвуют в конкурсе «Права ребенка в новом веке». Много лет мы принимаем участие в конкурсе исследовательских работ «Отечество». Работой девочек отмечены дипломами лауреатов. На сайте уроки «История» размещена работа по истории Берековской школы. Она отмечена поощрительной грамотой конкурса «Человек в истории России XX века». Принимают ребята участие в конкурсе «Моя малая родина», который проводит наш областной эколого-биологический центр. Ежегодно проходит районная конференция «Шаг в будущее», в которой мои ученики защищают свои работы. В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Мы с детьми работали над созданием книги памяти «Села». Перед нами стояла задача собрать информацию о фронтовиках, тружениках тыла и детях войны. Планировалось обновить стенды о ветеранах войны и тыла, написать статьи и подготовить список фронтовиков для мемориальных досок на обелиске в сельском парке. Я обратилась к ученикам, мы разработали план, разделились на пары, и у каждого была своя задача. Дети приносили материалы о своих прадедушках, фотографии, медали, красноармейские книжки. Я, краеведы, председатель Совета ветеранов посещали старожилов, снимали видео, посетили Некрополь, отправили запрос в органы ЗАГСа, работали с книгами памяти Астраханской области, с сайтами «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД Мемориал». В архиве нашли по хозяйственной книге поселка Бирюковка за 1939-1942 год. Оказалось, что на фронт пришло больше односельчан, чем указано на обелиске. В результате поиска был составлен список из 130 имен односельчан-ветеранов войны. Собрано 67 фотографий. Мы загрузили все на сайт «Дорога памяти». Глава сельского совета принял решение об изменении надписи на обелиске. В сообществе краеведа-следопыты разместили видеофильм «День победы. Бессмертный полк». Работа над проектом еще не закончена, осталось издать книгу памяти. В краеведческой работе большое место занимает игра. Участие в интеллектуально-познавательных играх помогает детям узнать больше о своем крае. Много интересного я черпаю сама. Победа в игре «Знай наших» обеспечила участие в археологических раскопках. Наградящий самозелку в 2018 году. Детям понравилось. Ежегодно они участвуют в маршрутных краеведческих играх «Город наш». В нашем городе много мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это здание, где размещался штаб 28-й армии. Здание госпиталей Суворовского училища памятники погибшим морякам к кораблям Каспийской флотилии. В 2017 году прошел областной краеведческий марафон, посвященный 300-летию губернии. Игр было несколько, в финале команда краеведов заняла второе место. Недавно завершился краеведческий марафон онлайн-игр. Последняя игра была посвящена Великой Отечественной войне. Готовясь к ней, дети прочитали книги, посмотрели видеофильмы. В итоге заслуженная победа. Историческому просвещению подрастающего поколения посвящены уроки Астраханской губернии. Каждый год в декабре и в июне мы проводим уроки России. Историческая тематика уроков разнообразна, так же как и форма проведения. Детям особенно нравятся викторины, игры, путешествия. Краеведы помогают мне провести уроки мужества. Многие исследования становятся частью занятий. Элементы художественной самодеятельности украшают эти мероприятия. Наше сообщество имеет свою страничку ВКонтакте и свои видеофильмы мы размещаем в Ютубе. Конечно, о проведенных мероприятиях я пишу Приворскую газету. Размещение информации о работе детей делает более значимый их поиск. В заключении хотелось бы сказать, Краеведение это тот источник, что помогает нам лучше увидеть и понять через маленькие истории сел историю Родины в целом. Спасибо за внимание.